Система либерального рэкета Политика 14 февраля 130 Система либерального рэкета У любого государства есть две важнейшие функции, которые оно обязано выполнять. Первая из них связанная с внешней политикой. Это охрана суверенитета и защита от угроз со стороны тех, кто на него посягает. Вторая из важнейших функций государства внутриполитическая. Это развитие национальной экономики, способствующей росту благосостояния народа. И обеспечение социальных прав граждан. Хотя эти задачи относятся к области социально-экономических, они в конечном счете являются главными внутриполитическими задачами любой страны и любой власти. На исходе второго десятилетия века стало в полной мере очевидным глубокое системное противоречие в политике нынешнего руководства России. Это противоречие между стремлением следовать внешнеполитическому курсу, отвечающему национальным интересам страны, и нежеланием руководствоваться той же задачей во внутренней политике. Власть все более откровенно отказывается от того, чтобы рассматривать государство как надежное средство защиты экономических и социальных интересов общества. Это перечеркивает любые внешнеполитические устремления и достижения. И делает нашу страну чрезвычайно уязвимой как перед внутренними, так и перед внешними угрозами. Вместо смены политики. Перекраивание статистики. Мы полностью поддержали обновленную в интересах страны внешнюю политику российского руководства, направленную на укрепление обороноспособности и защиту важнейших геополитических интересов российского государства. Мы поддержали и заявленное в послании и указах президента стремление к технологическому прорыву, к оздоровлению и модернизации экономики. Высказали готовность активно участвовать в реализации задач, поставленных главой государства. Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, что требует обеспечения темпов экономического роста выше мировых, составляющих сегодня более трех процентов в год. Ускорение технологического развития и увеличение количества организаций, осуществляющих инновации, до пятидесяти процентов. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Но мы не можем согласиться с той политикой, которая на деле проводится внутри страны и полностью перечеркивает возможность достижения названных важнейших целей. Противостояние этой политики наш долг и необходимое условие борьбы за сохранение России и ее возрождение на основах справедливости и успешного самостоятельного развития. Руководство страны по-прежнему не проявляет политической воли к тому, чтобы отказаться от социально-экономического курса, обслуживающего олигархию, чиновников и транснациональный капитал. В этом состоит основная причина того, что Россия продолжает погружаться в системный кризис, который затрагивает все сферы политику, экономику, науку, образование, здравоохранение, культуру и демографию. Не желая проводить курс, который заставил бы экономику и социальную сферу служить интересам абсолютного большинства и защитил страну от социального раскола, чреватого опасными последствиями, власть подменяет политику развития и гражданской консолидации политикой прямо противоположной. Она состоит в постоянно нарастающей эксплуатации большинства, которая рассматривается как трудовой и финансовый ресурс, обеспечивающий сохранение позиции олигархического клана. Его дальнейшее безудержное обогащение и освобождение от обязанности делиться своими ресурсами с государствами и обществом. Основные результаты такой политики – экономическая деградация и вопиюще несправедливое распределение национального богатства, все меньшая доля которого достается тем, кто его создает. Это с каждым днем увеличивает вероятность масштабного социального взрыва и смуты, которые могут иметь катастрофические последствия. Важнейшим инструментом этих опасных процессов служит абсолютно разрушительная и антисоциальная налоговая политика, приводящая к ограблению миллионов нищающих граждан и гарантирующая возмутительные финансовые поблажки и узкой прослойки богачей. Налоговый механизм, который является ключевым и для распределения национального богатства, и для инвестиционного обеспечения развития страны и общества, сегодня работает в России таким образом, что экономика оказывается обречена на инвестиционный голод, а социальное расслоение неуклонно нарастает. Власть, в руках которой этот механизм оказался, руководствуется вероломным принципом, как можно меньше брать с богатого меньшинства и постоянно увеличивать финансовую нагрузку на бедное и нищее большинство. До бесконечности потрошить его и без того прохудившиеся карманы, латая таким образом дыры в бюджете. И восполняя средства, которые нынешняя система не желает изымать у олигархии. Граждане все острее осознают вопиющую несправедливость этой политики и ее кризисные результаты, экономическую стагнацию, развал производственной и социальной инфраструктуры, падение доходов трудящихся, не прекращающиеся почти пять лет подряд. И вместе с этим осознанием нарастает массовое разочарование в проводимой политике, протест против нее. Власть понимает это, но вместо смены курса отвечает на происходящее жонглированием цифрами, причисыванием статистики. Стремится подменить отсутствующие позитивные результаты их бумажной имитацией или заблюдским пиаром. Не случайно глава правительства Медведев на прошедшем в начале года экс-гайдаровском форуме заявил буквально следующее. Современная статистика находится в тупике. Все задаются вопросами, как теперь правильно считать воловой внутренний продукт, и, вообще, надо ли его считать. Может, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики. На самом деле в тупике находится не статистика. Тупиковым является курс, который навязывают стране правительственные либералы, стремящиеся затушевать его провальные результаты, жалкий рост экономики, отсутствие реального импортозамещения, вдвойне необходимого стране в условиях внешних санкций.